Приветствую вас, ну и первое, что хотелось бы сказать, это то, что вам желательно поговорить со своим мужем и высказать ему претензии относительно того, что он, по вашему мнению, много играет в игры. Мужчина, в силу своего логического формального мышления, вполне возможно, просто не отдает себе отсчет в том, что он много времени проводит за играми и не уделяется достаточного внимания вам и детям. То есть, первое, что нужно, это попробовать поговорить. Но, полагаю, что вы это уже делали, и, наверное, не один раз, потому что раз обратились на наш ресурс, значит, разговоры особо не помогают. Мужчина вас не очень-то слышит, получается. Или слышит, обещает, но не делает. В таком случае необходимо немножечко углубиться в то, что могло послужить причиной для того, чтобы он играл. Вы сказали, что все было хорошо, пока не было компьютера и пока не было планшета. Когда это появилось, мужчина начал очень много времени уделять игре. Тут, конечно, не хватает подробностей, потому что желательно узнать обстоятельства этого, насколько, как быстро он начал это делать, какие были у вас отношения на тот момент, но по общему правилу, если человек играет слишком много, то это означает его бег от реальности и невозможность реализовать себя в мире реальном. Таким образом, перенаправляются энергии на мир реальном, и там человек себя реализует. То есть, восполняет то, что у него не получается восполнить в мире реальном. И на это, отчасти, укажет характер игр. То есть, если это, допустим, игры сетевые, то есть, по интернету, то человеку не хватает социальных ролей, человеку не хватает социальной активности, не хватает социальной значимости. Если человек играет в основном в стрелялке, допустим, это означает, что человеку не хватает адреналина, эмоций, может быть драйва некоторого. Если человек играет в стратегии, то такому индивидууму не хватает решения задач, сплошных задач, не хватает каких-то, вот знаете, не хватает приложения своего интеллекта, скажем так. Ну и, соответственно, если человек играет в спортивные игры, и говоря о спортивных играх, я не имею в виду только игры, посвященные спорту, но и те, которые, в которых играют много людей, и по которым устраиваются турниры, то это говорит о соревновательном элементе. Важно, муче и нехватке, соответственно, его. И в зависимости от идентификации вот этих вот моментов, вам и нужно смотреть, нужно разузнавать, потому что только компенсация вот этих вот ролей в реальном мире поможет вашему мужу отдалиться от игр, восполнить то, что ему не хватает в реальной жизни. Может быть, у вашего мужа также имеется зависимость от игр, и тогда зависимость, безусловно, это болезнь. Но зависимость не возникает просто так. Как правило, она вследствие внутренней пустоты человека, невозможности заполнить ее. Может быть, так же, как и просто увеличение компьютерными играми, это вследствие внутреннего противоречия какого-либо внутреннего конфликта, неразрешимого с точки зрения мужчины. И тогда вам нужно, для начала самой, может быть, вместе со специалистом, попробовать поискать эти причины, выявить их и дальше постепенно знакомить мужа с ней, потому что мужчинам свойственно не признавать свои проблемы из-за нежелания казаться слабым. Это нужно обязательно иметь в виду. И если у человека зависимость, то тогда необходимо понять, что подвигло мужчину на такое времяпровождение, какова причина зависимости, потому что это всегда происходит извне, то есть из реального мира. И здесь мы подходим непосредственно к противоречиям, которые вам необходимо выяснить для того, чтобы убрать корень зависимости. А дальше все решает только поведенческая коррекция, то есть после того, как причина зависимости будет выявлена и начнется работа по ее устранению, необходимо, чтобы человек при помощи вас, при помощи, может быть, еще кого-нибудь, корректировал свое поведение и учился реализовывать энергию, прикладывать ее в реальный мир. Это требуется время, это требуется адаптация, и без важной поддержки у него, к сожалению, не получится. Примерно так вам стоит поступать, в зависимости от ситуации. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, делайте его лучшим, буду благодарен.